В конце июля в стране зафиксирован резкий рост протестных настроений. Вероятность проведения массовых митингов достигла 40% впервые за последние 10 лет. Почему россияне выразили готовность принимать участие в протестных акциях, расскажет Екатерина Иваненко. Выходить на улицы людей заставляют проблемы, которые чиновники разных уровней не решают годами. Корреспонденты нашего телеканала неоднократно рассказывали об акциях протеста обманутых дольщиков. Несмотря на то, что долевое строительство до сих пор находится не в лучшей ситуации, власти не стремятся помогать гражданам. Из-за этого люди вынуждены идти на крайние меры, объявлять голодовки, как это случилось в Уфе. Участники голодовки из Уфы разместились прямо в своих недостроенных домах и палатках рядом со зданиями. Заехать в законно приобретенное жилье люди не могут уже три с лишним года. От действий недобросовестного застройщика пострадали более полутора тысяч человек. В прошлом году обманутые дольщики уже устраивали голодовку. Тогда и чиновники, и застройщик пообещали, что к лету 2018 года будет достроено несколько домов. Вот мой сын, который родился. Ой, еще не родился, когда мы покупали этот дом. Мы до сих пор не можем ехать в свое жилье. Мы ютимся по спальню, по съемным квартирам. Мы уже столько квартир сменили. И за городом жили. Это невозможно. Самым резонансным событием лета, которое вызвало небывалый всплеск протестной активности, стало заявление правительства о повышении пенсионного возраста. Еще до рассмотрения Госдумы этого законопроекта в первом чтении, по стране прошли сотни митингов. Протестующие называли предложение правительства людоедской реформой и геноцидом. Цифры ведь они, против них не попрешь. Около трех миллионов голосов собрано по территории Российской Федерации категорически против этой инновации пенсионной реформы. И несколько тысяч мы набрали на территории Липецкой области. Самое главное, что откликаются и стар, и млад. Поскольку и тем, и другим категориям сложнее всего живется в нашей России. 28 июля прошла всероссийская акция протеста. Только в Москве на улицу вышли около 100 тысяч человек. Под флагами КПРФ и Объединенных народно-патриотических сил собрались не только жители столицы и Подмосковья, но и приехавшие из Тульской, Рязанской, Брянской, Тверской областей и других регионов Центральной России. Общее мнение – инициативы правительства по повышению пенсионного возраста нужно остановить. Я считаю, что если мы согласимся сейчас с повышением пенсионного возраста, значит мы согласимся с тем, что Пенсионный фонд разворовали и поддерживаем тех людей, которые разворовал и продолжает разворовывать нашу страну. Эксперты уверены – такие инициативы правительства только усугубляют ситуацию в обществе. Классовое общество не может быть единым, потому что, понятно, господствующие классы, которые борются за упрочение своей власти и своего богатства, они действительно, так сказать, едины в своем стремлении как можно дольше угнетать людей. К сожалению, разобщен простой народ, и власть делает все, как в Древней Римской империи – разделяй и властвуй. В таких условиях ни о каком единении в стране не может идти речи. Расслоение общества только нарастает. Единство возникает тогда в обществе, когда граждане понимают, что власть работает в их интересах, им подконтрольно, а власть, соответственно, понимает, что народ ее поддерживает и делает все, чтобы повысить благосостояние, повысить уровень жизни и действительно делать страну процветающую. Это вот такая оптимальная картина. Россия и преддействующая власть до этого еще далеко, тем более, что сейчас в федеральных СМИ транслируются инициативы запретить левые партии и левую идею в принципе. Для тех, кто особенно этим интересуется, мы подобрали цитату Владимира Ленина из нашего нового проекта «Бодрящие фразы». Вопрос стоит только так. Буржуазная или социалистическая идеология? Середины тут нет. Ибо никакой третьей идеологии не выработало человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, и не может быть никогда вне классовой или надклассовой идеологии. Поэтому всякое умоление социалистической идеологии, всякое отстранение от нее, означает тем самым усиление идеологии буржуазной. Владимир Ленин Екатерина Иваненко, Вадим Ефремов, «Красная линия». Вадим Ефремов, «Саметра, Gianик», «Саметра, Григород»,